На днях аграрии всей страны отмечали профессиональный праздник. Наш регион по праву называют сельскохозяйственным. Мы одни из крупнейших производителей мяса в России. Кроме того, с года в год рекордные сборы зерновых. Даже несмотря на оперативную обстановку. Что позволяет Белгородской области наращивать аграрный потенциал. Сегодня в студии такого дня заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина. Здравствуйте, Юлия Евгеньевна. Можем озвучить какие-то предварительные итоги, цифры по уборочной кампании? Есть ли какие-то рекорды в этом году? Уборочная кампания, если сравнить с прошлым годом, в этом году мы в акротехнологических сроках. То есть в этом году погодные условия сложились значительно лучше, чем в прошлом году. И поэтому результаты на самом деле получше связаны с урожайностью. По объемам мы перешли порог 3 миллиона. И в этом году мы планируем по зерновым это 3,5 миллиона получить. В прошлом году у нас было 4, но для чего мы говорим в этом году, это очень хорошие результаты. Потому что мы в прошлом году, с учетом сложных погодных условий, мы осуществили сев озимых всего на 50% тех предусмотренных площадях, которые у нас из года в год в целом осуществляем сев. Поэтому мы считаем, что это рекорды для нас, с учетом раннезерновых основного объема. Мы первые в ЦФО по урожайности зерновых, это более 56 центнеров с гектара. По сои это более 26 центнеров с гектара. И сахарные свеклы это 588 центнеров с гектара. То есть это лучшие в ЦФО. Ну вот, конечно, не можем не говорить об оперативной обстановке. Все-таки вот в тех муниципалитетах, которые находятся близко к границе, как там была организована работа? Достаточно штатно, я бы сказала, если это возможно так говорить. Почему? Потому что мы перед весеннеполевыми работами по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова разработали регламент взаимодействия между Минобороной, Министерством обороны Российской Федерации по граничным управлениям по Белгородской и Воронежской области и с аграриями, и с главами районов. То есть мы разработали регламент, каким образом обеспечить безопасность выполнения этих работ. Что касается санкций, они тоже отражаются на сельскохозяйственной отрасли. Вот в части комплектующих техники, насколько здесь мы прикрыты, насколько это на нас отражается? Ввиду того, что мы подошли к этому вопросу внимательно и качественно, все вместе с сообществом, сельхозтоваропроизводителем, мы все риски просчитали, мы все посмотрели, безусловно, и мы были готовы к любым развитием событий. Есть влияние, нельзя от этого, конечно, сказать, что нет, но мы все достойно преодолеваем все сложности и трудности, которые есть. И сегодня, на самом деле, те санкции, которые были в прошлом году введены, они на нас не отражаются, потому что те вопросы, которые были с техникой связаны, они успешно все преодолены. Понятно, безусловно, есть вопросы по комплекту, по запчастям, но они в целом решаются. Но сегодня сельхозпроизводители, понимая, для того, чтобы снижать эти риски, приобретают все больше отечественную технику. Вот, наверное, площадкой, где наши сельхозпроизводители могут познакомиться с новыми видами техники, с себя и так далее, стал День поля, форум, который не так давно прошел, масштабный и красивый. Как оцениваете итоги, то, что задумывали, и результат от такого форума, от такого события? Замысел был такой, что в одном месте собрать, во-первых, максимально производителей российской техники, максимально представить также российское достижение в селекции. И поэтому неожиданно, честно говоря, прошло это мероприятие. Понятно, что называть это мероприятие День поля несколько громко, потому что День поля подразумевает, в том числе, осмотр уже и посевов, и достижение селекции. Но есть уже задумка на следующий год, потому что все-таки к такому мероприятию нужно готовиться минимум год. Мы уже определили предполагаемую площадку, мы уже сегодня определили те места, делянки, что будем высевать, как будем это показывать. То есть, чтобы показывать семена не просто производителей, а показывать, как это действительно есть, для того, чтобы для наших производителей было в натуральном виде понимать преимущества определенных сортов, качества, которые они могут оценить непосредственно на мероприятии. Поэтому оказался не просто блин, не комом, а в принципе, очень объективно оценивая, на 4 с плюсом. А чтобы было на 5, это как раз в следующий год, такая длительная, качественная подготовка. И я уверена, что у нас тоже должно все получиться. Юлия Гинна, вы уже заговорили о селекции генетики. Сельское хозяйство не только новые технологии, но это еще и взаимодействие с учеными, которые могут разработать, предложить какие-то новые сорта. Насколько взаимодействуете тесно с нашими белгородскими учеными, может быть, с российскими, и какие успехи в этом направлении есть? В принципе, у нас всегда было налажено такое тесное взаимодействие с научным сообществом, потому что сегодня те сорта, новые сорта, которые есть у нас на полях, в том числе белгородской селекции, не только в целом российской, это как раз и, так скажем, определенный результат взаимодействия. И у нас на территории научно-образовательный центр «Инновация ВПК». Он очень активно развивается, этот научный центр. Очень много проектов, мы рассматриваем их. Там в том числе проекты и по селекции, и по семеноводству, и вообще в целом применение новых технологий, которые как раз позволят достигать нам новых результатов. И, если говорить, у нас на территории Белгородской области Белгородский государственный аграрный университет имени Василия Яковлевича Горина, это не только, так скажем, поставщик высококвалифицированных кадров, но это, естественно, из отдела науки. Там очень развита селекция, особенно СОИ. Это знает вся страна. И много различных направлений связано именно с научными разработками. Поэтому сегодня мы должны добиваться новых результатов и удивлять нашу великую и большую страну, что мы можем много и стремимся к многому. Насколько я знаю, разработками наших белгородских селекционеров пользуются аграрии из других регионов тоже? Безусловно. Безусловно пользуются, потому что она районирована на многие регионы. Поэтому нас знают, и наша селекция известна. Но для наших селекционеров это, конечно, не предел. Есть у нас и научный центр «Белгородский фонсран», который тоже очень давно занимается селекцией. Это и пшеница, азимая пшеница, и кукуруза. Поэтому реализация этих семян идет по территории всей страны, где, естественно, эти семена районированы. Уже сказали, что мы одни из лидеров по производству мяса, по зерновым, в селекции тоже у нас все хорошо. А все-таки какие вы видите точки роста сейчас для нашей сельскохозяйственной отрасли? У нас есть перечень проектов, которые мы считаем прорывными. А это как раз селекция семеноводства. Точки роста связаны именно с реализацией таких проектов. Ну и, безусловно, эти проекты направлены на выполнение задачи, которую перед нами поставил Вячеслав Владимирович Гладков, губернатор Белгородской области, о увеличении ВРП до 30-го года в два раза. И поэтому мы сегодня как раз и проекты, и все наши, вот, как уже сказала, и НОЦ, то есть все направлены для того, чтобы искать новые технологии, воплощать их в жизнь и выполнять задачи поставленной губернатором. Уверена, что так и будет. Спасибо, что были в нашей студии. Спасибо. Ну и к этому часу все. В студии работала Наталья Титова. Оставайтесь с Первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Еще больше интересного в нашем телеграм-канале подписывайтесь и узнавайте первыми. Ну а в этой студии увидимся уже в следующих выпусках такого дня. Не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok